Из-за парты в политику. В Чебоксарах идет проект «Школа парламентаризма». Первые 25 участников проекта приступили к занятиям. На вопрос, зачем им это нужно, все отвечают по-разному. Общее у них одно – интерес к тому, что происходит в России. Мне всегда была интересна политическая жизнь нашей страны. И не только узнать о каких-то происходящих событиях со стороны, от знакомых, из новостей, но и непосредственно, как это все происходит изнутри, почему это происходит и на что это влияет. Опыт некоторых участников проекта уже сейчас не уступает действующим депутатам. Даниил Ведяшев стал вторым на конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Последнее, что я предлагал, я предлагал новую пенсионную реформу, новую пенсионную систему, новое пенсионное накопление и еще ряд модернизаций. Учебники по политологии и другую теорию можно читать и в интернете. «Это школа. Возможность попрактиковаться», отметила депутат Госдумы Алена Аршинова. И наставники всегда готовы помочь. «Можем обмениваться сообщениями в социальных сетях, поэтому можете меня найти. Я с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы». «Не надо бояться спросить то, что вам кажется глупым. Спросите сейчас». «Здесь все свои. Пришли специально для этого, чтобы у вас этих вопросов потом не оставалось, когда вы будете в других местах представлять нашу родину, нашу Чувашию, наши Чебоксары». Чтобы посмотреть на политическую жизнь изнутри, молодые люди уже несколько недель посещают разные мероприятия. Например, сессии Государственного Совета Республики. «За Волжье» – это такие же Чебоксары. Так можно сформулировать основную тему встречи главы столицы Евгения Кадышева с жителями Левобережной территории. О том, почему разговор шел в таком ключе, далее. В одном темном поселке по темному тротуару ходят дети в школу. Речь про Сосновку. Еще хуже ситуация в Северном. Конечно, все относительно. Вон даже фонарные столбы стоят, скажут жители отдаленных деревень, которые сейчас смотрят репортаж. Однако «За Волжье» – это официальная территория города Чебоксары. А значит, и освещаться должна соответственно. У нас и сон есть, и светильник на этом столбе есть, но свет не горит в 8 лет. По 3-4 дня двор не освещается. Темнота страшная. Еще 4 года назад по всему Заволжью стояло всего 54 светильника, а сейчас уже 270. Но это не главное, отметил начальник Заволжского территориального управления Сергей Крутиков. Чтобы фонари исправно работали, нужно обновить другие составляющие системы освещения. А для экономии перейти на светодиоды и самонесущие изолированные провода, сокращенно СИП. Вообще повесить светильник – это самое дешевое. Это самое дешевое, то есть он стоит недорого. Но затраты на его новое обслуживание кратные. И мы пошли по какому пути, вы, наверное, замечаете, смотрите. То есть там, где делаем освещение, мы переводим все на СИП. Мы вставим новый трансформатор. Это дорого и делается постепенно. Сейчас светло на территории санатория Чувашия. На 85% освещена Сосновка. Северный – первый в очереди среди всех городских территорий, отметил Евгений Кадышев. Зато уже следующим летом в Заволжье, в отличие от остальной территории города, абсолютно все дети смогут ходить в современный детский сад с бассейном и из-за студий. В Сосновке возводят один из десяти садиков, на которые в феврале этого года из федерального бюджета Чувашия выделили миллиард триста миллионов рублей. Садики наши сороковых годов постройки, они полностью, скажем так, морально устарели, не соответствуют уже современным требованиям, нормам, предъявляемым к садикам, к современному, скажем так, дошкольному образованию. Эта проблема у нас, конечно, остро ощущалась. Каждая встреча с населением, каждое мероприятие, которое мы проводили, везде постоянно возникал вопрос о новом садике. Теперь мы находимся на этом объекте, у нас началось строительство нового садика на 150 мест, что на данный момент полностью будет покрывать, конечно, у нас очередь. Впрочем, действительно, горожанами жители Заволжья почувствуют себя, наверное, когда не придется топить дровами, когда на левый берег придет газ. Уже принято решение, и Михаил Васильевич Игнатьев лично договорился с Межрегионгазом, что здесь будет все-таки газ. Уже проект есть, уже проект оплачен. Идет работа по внутрипоселковым сетям. И люди это прекрасно знают. В 2015 году, в 2016 году они не верили в это. К лету 2020 года газопроводу должны подключить первых потребителей. Это будут местные котельные.